Ой, а что там происходит? А что, маршрутка на встречке делает? Двери открыты, что-то это... Интересно. И на всякий случай всем привет. Как так вышло? Ну вот как-то так получилось. Странно это очень. Непонятно. Да, нам, короче, надо мелкому карандаши купить. Сказали, надо срочно карандаши. А у нас есть карандаши, но они не все в сборе. Ну, сами знаете, как это бывает. Есть 12 карандашей, потом есть только 10, потом только 9 и остается всего 6. И быстро они заканчиваются. И причем не тех цветов, которых надо, остаются. Красиво, ярко, несмотря на то, что сейчас уже осень. Да? Несмотря на то, что сейчас осень. Там еще 3-4 дня, как я и говорил, только в этом дне. Будет тепленько. 20-ник, а потом 28 опять. Это подъем лето, да? Ну да, типа того. Подъем лето. И все-таки опять нам говорят, что будет у нас зима теплая. Как была в прошлый раз. В прошлый раз у нас была без снега. Вообще, максимум было минус 4, а ночью минус 8. Ну, по-моему, один раз. Один раз. Ну, пускай больше ощущалось. Там писала, что ощущалось как больше. Ну, пускай... О, стекло, да. Что тут делают стекло? Ну, кто-то тут что-то делал. И это. Да, и всегда у нас была, прошла зимой, плюс 4. Плюс 4 выше, там чуть-чуть меньше. Да, и скоро мы поедем в Киев. Да. Через, я не знаю, как это будет по видео, но через пару недель. Ну, по нашему времени это будет через пару недель. Да. Да, поедем. А, кстати, а потом все узнаете, что мы там будем делать. Мы там еще будем гулять, ходить. Да. Едем домой, надо что-то придумать вкусненького, грызнуть. И я хочу поиграть на... Этот самый... В игру. Ты на компьютере, я на ноуте. Вчера установили Steam второй. Да. Сегодня этот самый праздник, сегодня нельзя ничего делать. Не убирать, ничего нельзя делать. Да. Поэтому надо что-то чудить, такое дома придумать, чтобы не было скучно. Вот, будем играть. Да. Когда мы в село поедем, переди которого. А, да, нам надо будет еще поехать в село. На Хэллоуин приготовиться взять тыквы, гарбузы. М-м-м. Мы же любители вырезать. Хэллоуин у нас будет, получается, в конце октября. А сейчас только почти конец сентября. Почти. Поэтому вот как раз где-то через пару недель можно тут же будет ехать за гарбузами. А чем поедем? Я не знаю. Можем поехать на госики. Ему будет хорошо проехаться в такую далекую дорогу. Правильно? Посмотрим. Как Зайка только что сказал, смотрите, мы ногами идем. Какой ужас. У Зайки новые штаны. И прикиньте, они на манжетах. Какой ужас. Потом еще привыкнуть надо. Короче, не любят штаны на манжетах, но... Не, ну, если не смотреть... Ну, они прикольные. Вниз на них, то ходить можно, как все ходят. Здрасте. Опять он стоит. И посреди дороги. Уже пора куда-то уехать. Все, поехали. Стоит, пропадает. И мы поехали на своих двух, наконец-то. Так, ребят, мы уже дома. Притопали домой. И знаете, что мне сегодня Зайка заявил? Хочу мясо. Ну, раз хочешь мясо, будет тебе стейк. Ну, а что еще? Правильно? Самое лучшее мясо, это жареный стейк. Короче, что мы сегодня приобрели в магазине? Купили какой-то хлеб. Называется он багет чиабатта. Если честно, первый раз будем пробовать. Не знаю, что и как. Другого не было. Это был самый свежий. Боже, сегодня в магазине это было просто какой-то капец. Куда, какому хлебу не притронься, какой булочке не притронься. Все, ну, вот так. Ну, хоть что-то мягенькое нашли. Наконец-то нашли наш белый чай. Он очень вкусный. Так, что еще? Две шоколадки. Фаршик. Это на другое чуть-чуть блюдо. Вот он стейк. Ба! Кстати, по цене, по цене, тут кило двести, ну, кило сто пятьдесят и получилось на сто шестьдесят гривен. Вот тут получается на четыре стейка будет. Раз, два, три, четыре косты. Поэтому сейчас включаем... В чем мы включаем? Включаем сковородку и начинаем жарить. И что его тут жарить? Раз, два и готово. А потом на вечер будет какая-то другая вкуснятинка. Вот для чего я взяла фарш. Я вычитала... Кстати, да, действительно, попался мне один рецепт в интернете. Я читаю, смотрю, что знакомые ингредиенты. Думаю, ну, что-то легенькое такое, в принципе, неплохо. Читаю, читаю, читаю способ приготовления, все остальное. Думаю, стоп! Я же это готовлю, но я никогда не знала, как это называется. Я просто от себя это готовила. А теперь, наконец-то, узнала, как называется. Ну, где-то в телефоне там есть записанное. Короче, потом скажу, когда уже буду готовить. Ну, а сейчас жарим стейки. Так, короче, чтобы не просто так кушать мясо, у меня есть еще, порылась в холодильнике, есть кабачок, есть перец, домашние помидоры. Огурцов, к сожалению, нету. Значит, сейчас немножечко кабачка еще почикать, пожарить, сделать салатик с перчика, помидорок и цыбульки. Обязательно цыбульки. Без нее никуда. Ну, и все, режем. Берем мясо. И у меня из него получится 4 кусочка. Ну, правда, один будет неровный, но ничего страшного. Зато получается у нас будет стейк такой вот немножко сочный, потому что здесь, видите, как ошей кусочек такого вот сочненького, жирненького будет. Все, мясо разрезали, они получились. Мы не любим, когда оно сильно тоненькое, оно тогда слишком сухое. Все, это есть, это сюда. Так, теперь Алика. А, руки мокрые. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Хи-хи-хи. И берем наше мясо, наши кусочки. Ой, а все, оно туда поместится или нет? А ну-ка. Надо, чтобы 3 точно поместилось. И надо поместить. Ну, если будет неровно, ничего страшного. Красивый у меня лоб с полосочками, с волнами. Классно, да? Короче, я сейчас испытываю вот эту вот штуку, которая одевается на голову. И туда камера, ну, от первого лица снимаешь то, что делаешь. Вот то, что я только что делала, там, с мясом. Это я снимала на вот эту-эту. Я надеюсь, что все реально получилось. Прикольно, потому что с ней очень удобно. Не надо звать зайку, когда он там монтирует. Все это за меня не надо звать. Заю, помоги мне. Спаси меня. Поснимай мне. Ну, в основном так оно и было. А теперь с этой штукой очень классно. И плюс это мы заказывали на Алишке. И плюс еще есть такая эта присоска, которую ты тоже можешь либо куда ее присосать, короче, либо куда ее поставить, она прилипнет и тоже хорошо держит. Я думаю, можно даже по присоской и на машину. Она так прилипает, это полно, как вакуум. Мясо жарится. Надо посолить, кстати, и перевернуть. А теперь занимаемся помидорами. И дальше спитываем эту штуку. Пока она мне нравится. Ну, кроме, а во лбу звезда горит. А, точнее, волна горит. И так, посолить. Солим, 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 солим. И поперчить. О, отлично. И перевернуть, потому что что-то они у меня на одной стороне зажарились уже. О. И накрыть крышкой. Короче, сейчас я его уложу и накрою крышкой. Так, помидорки у меня помытые. А вот перчик надо помыть. Есть такое дело. Ой, ой, ой. Надеюсь, камера не трутся сильно. А теперь салатик с помидорок. Ох. Пока еще они есть, пока еще они вкусные, надо ловить моменты, потому что скоро уже все. Все отойдет. Все будет невкусное. Осень уже пришла. Скоро зима. Будет оливье, Новый год, мое день рождения. А, ну, да. А у нас, кстати, так классно получилось. У Темика осенью, у меня зимой, а у Сережки весной. Круто. Так, нам помидорок, в принципе, немного надо. Еще прям парочку и хватит. Отлично, помидор хватит. Теперь перчик. Досточку помыть, досточку помыть. Перчик. Раз, два, три. Вот я все это вот так делаю. Шикарненько. Так, а теперь достать лук. Ага, и начинается опять 25. Кто ее раздевает, тот слезы проливает. Почему? Это всегда я. Носик начал уже страдать. Скоро пойдут и глазки. Я, конечно, знаю, что нужно смочить нож и цибулинку холодной водой. Тогда она не так дает свой сок или там не так пахнет. А теперь можно и холодной. Только холодной. Убежала. Нам нужно будет всего лишь половинка луковицы. Вторая потом пойдет куда-то на другое блюдо. А пока только одна половинка. Ага, глазки мои, глазки. Хороший лук. Сейчас именно оно и надо. О, а мы будем витаминкой спасаться. Дальше. А дальше нам нужно посмотреть, что же у нас все-таки с нашим мясом уже. Здрасте. Тут, наверное, тоже надо посолить. И перец. Что-то там что, закончился или что? Да. К сожалению, закончился. Ладно. Все нормально, все путем. Начинают быть красавчиками. Это очень сильно радует, потому что оно, получается, сейчас чуть-чуть протушилось и дальше прожариваться будет. Э, переворачивайся. О. Все, теперь жарим без крышки. Короче, один минус этой вот штуки. Это то, что у меня теперь волнистый лук. Оно, получается, вот так вот идет. Вот. Идет сама резинка. И на резинке вот такими волнами сделано что-то по типу резинки, резины именно, силикона, чтобы не скользило по лицу. Да, вот, чтобы по лицу оно не скользилось. Это, конечно, все прекрасно, все прикольно, но оно же оставляет следы. А сзади, на затылке, там, где идет пластик, со стороны, с другой стороны, сделано такая вот, что-то пенное сделано, короче, мягкое. Что нельзя было это там сделать? Не, я, конечно, понимаю, что оно будет крутиться туда-сюда, надо его переставлять по уровню головы, но все равно дайте запасную какую-то штуку наклеить. Ладно, что-нибудь придумай, это прикольная штучка, она очень помогает, выручает. Опять, что хотела сказать. Все-таки, этот, кабачок сейчас не буду делать. Это будет слишком много и мяса, и этот, а потом я еще хочу чуть-чуть позже еще вкуснятинку сделать. Не, кабачок сейчас не будет. Он будет лежать, ждать своего времени до лучших времен. Смотрите, кто решил нас посетить. Че? Шо, че, на. Что ты делаешь? Твое привычное состояние с камерой в руке. Видишь, я справилась даже без тебя, ты потом посмотришь. Вообще. Да, 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 да. Как ты могла. Что значит, как я могла? Я скоро тебя уволю. А там что? Лишу работы, уволю. А там что? Тейки, да? Да. Ты че, ты все решила пожарить, да? Ну да, а че? Я понял. Которые надо уже перевернуть. И салат, да? Так, сейчас только заправить его осталось. Я хотела еще пожарить этот кабачок, но потом решила, что на потом. Да, е-мое. Аккуратно. Ты у нас можешь. Могу, мне и практикует. А че могу? Кстати, непонятно, че он заснул. И в салфике поспал. И все это, и все равно заснул. Он был рад подаркам. Да, мы ему сегодня подарочек. Ну, короче, новые вещи. Там шапочки всякие, пижамки, все это самое. Радуется, либо чему, вот просто. Ты ему дай какую-то вещь, за которую даже он забыл. Будет вот так вот до потолка прыгать. Это что значит, истинные чувства такие настоящие. Так что погоду смотрел, в субботу у нас сегодня дожди. В смысле? Я сегодня смотрела, не было там дожди. А я только что смотрел. И где ты смотрел? В погоде. В какой? Не в какой. Все готов кушать. Не в той же я смотрю. Так что все, дожжей не будет. Будет 28, 30, жара и все круто. Завтра 28. Насыпать в тарелку все. Кого насыпать тебе в тарелку? Уже? Не дожаренным? Окей. Вот это. Вот это? Да. Точно? Мне надо точно вот это. Уверен? Нет. Ты главное ложи, а я в том же дружу. Да сейчас. Все. Неужели мы покушаем сегодня? А то временечко как бы полседьмого. Все нормально. Как всегда. Беда. У меня тут беда, а перец закончился. Все. Пошли кушать. Родна к тебе. Все. Смочного. Вилки. Выйди. Ой.